Мы с Масхадовым, с Асланом Масхадовым, я тоже был при нем, мы приехали в это здание 12-этажной гостиницы и где-то на третьем, четвертом этаже провели переговоры с Бабичевым. Там тоже мы договаривались, чтобы забрали трупы, мы все время об этом говорили, что люди должны быть погребены, солдаты, тем более, какие-то почести должны быть, раз они насильно, вы их там на гибель посылаете. Мы не были там услышаны абсолютно и договорились потом, что эти солдаты, которые вверху заблокированы нами, они сдадут нам оружие, мы их отпускаем живыми. Я, например, родилась в Тбилиси, и поэтому я абсолютно по менталитету грузинка и тбилисский человек. Вы понимаете, что я варилась в этой много-много национальной котле. В общем, святое относиться к другой нации как к своему брату, это как бы нету, никакой иерархии вообще не существует. Ну, после вот этих чудовищных наших тоже, там, пяти лет войны страшной, когда город был разрушен, тогда я еще маленькая была, 16 лет, то толком, да, я не могла сформулировать в своей голове, что же это за чувства такие, как это так возможно, чтобы пришел русский солдат и убивал грузинскую женщину, да. Я с этим чувством не справилась, я решила, что я поеду к себе, к русским, в Россию. И первое, с чем я столкнулась, что это страшнее ада, никогда я не видела в своей жизни, потому что я пытаюсь этим людям рассказать, что такое война. Что означает вообще сидеть в нищете, в голоде, в холоде, без газа, без света. И я это пытаюсь рассказать вроде бы русским людям, у которых Достоевский, у которых литература, я ваша, да, я на своем языке говорю. Я не смогла ни одному человеку объяснить, что это такое. Никто, цинизм сплошной, они не хотят знать, не хотят слышать. И вот, когда я застала, собственно говоря, войну, уже, когда напали на Эль-Чкерио, единственный человек, который останавливал людей на улице и говорил, заткнись, ты хотя бы музыку в машине сделал, там людей убивают в Чечне. Это был мой муж, Андрей Курочкин, архитектор, с которым мы какое-то время там еще делали проекты, но как только напали уже на Грузию в 2008 году, мы сказали, все, 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 мы больше здесь детей не можем оставить в таком обществе. Это страшно. Мы забираем детей, родителей и увозим в Прагу. Вот так мы уехали и больше, вообще порвали со всеми, тем более после 2014 года, когда из Украины. То есть нам это все, вся эта цепочка отношения к другим странам, имперская, она была понятна с самого начала. Отсюда я хочу вас спросить, вот что вы можете сказать русским людям, что с ними такое, почему они не видят, почему они не слышат? Вы знаете, я работал в Рязанской области, работал в Волгоградской области, работал в Ростовской области, да, какое-то время до, ну, период Советского Союза. Ну, я просто не понаслышку знаю менталитет русских, я знаю этих людей, ну, изнутри, как бы, да, потому что я очень много времени провел среди этих людей. Они везде разные, конечно же, где-то ближе к Кавказу немножко подмягче, ближе к центру центральной России, туда дальше вообще ничего, там никаких традиций, обычаев и абсолютно ничего нету, потому что то, что я видел в Рязанской области, это 250-300 километров от Москвы, это было где-то в 80-х годах, меня, ну, ужаснуло, да, до сих пор я под впечатлением вот этого увиденного мною. Тогда я еще молодой, ну, как бы, художник, такой с романтической, как бы, натурой, видел, общался с людьми, общался с местными людьми, которые меня, чеченца, молодого, ну, на тот период, наверное, был там, может быть, посимпатичнее, чем сейчас, в любом случае. Эти люди меня не воспринимали вообще никак. Люди, которые ходили в телогрейках, натурально в телогрейках, засаленных телогрейках, которые, ну, уже были похожи, как бы, на кожаные куртки от этой грязи, да, люди, которые жили в условиях, вот, в домашних условиях, я был у некоторых дома, где где-то напоминало 17-18 век их образ жизни, быть. Эти люди мне говорили, там, чурка, там, черномазы, там, еще какие-то вещи. То есть я-то, конечно, не агрессивный, там, не пытался, как бы, сдать сдачу и так далее, потому что у меня была совершенно иная цель, к которой я всю жизнь шел. Я прожил некоторое время среди этих людей и понял, что, ну, это совершенно не мое, да, потому что сколько бы я там не прожил, никаким образом я не приживусь и никаким образом меня там абсолютно никто не поймет. Я, как инородное тело, где-то в глаза, если залезет, такой причинял им боль, даже мой вид внешний, потому что я был не похож на них. Я одевался, как бы, нормально, как я это делал дома, не без телогрейки, без телогрейки разного, да, ну, более-менее, как городской житель ходил, но вот из-за этого, видимо, меня они не любили. Ну, когда, вот, в 1957 году, 1957 году мы вернулись из Казахстана, это я вообще хочу рассказать, вообще первые мои впечатления, соприкосновения уже, ну, как человека, как ребенка с русским миром. Когда мы вернулись в 1957 году, Грозный уже, Грозный был за период нашей депортации 44-го года, Грозный был заселен, ну, русскими полностью, там, и в селах, и в крупных городах, везде были русские, там, наши соседи дагестанцы, и грузины, и другие народы, но после возвращения многие ушли из нашего дома, покинули дома, ушли сразу без никаких инцидентов, ну, русские остались, естественно, потому что, видимо, некуда было идти, их то ли насильно перевозили, то ли каким-то образом, то ли по службе, там, НКВД давали хорошие дома, квартиры и так далее. То есть, по возвращению мы не могли получить свое жилье обратно. В любом случае, вот за этот небольшой период, я очень прекрасно все помню, я там в школу как пошел, с тех пор я все время слышал эти рассказы, как приезжие, ну, как, вы знаете, на Кавказе традиционно большие семьи, много детей. Вот, когда возвращались люди, власти, ну, было запрещено требовать назад свой дом, потому что он уже принадлежал другим людям, они не собирались за него, там, заплатить деньги, каким-то образом компенсировать. И людям приходилось напротив своего дома рыть землянку, накрывать ее чем-то, да, и вот жить в этой землянке с детьми, вот с этим хозяйством напротив своего родного дома, где твой отец, дедушка там, прадедушка жил. И потом строили, ну, там, из самана на Кавказе принято, да, делать саман, и потом друг другу помогая, быстро люди строили дома напротив своих домов. Вот таким образом потихонечку жизнь налаживалась, ну, там потом были бунты, что чеченцев оттуда выгнали, это 57-8, по-моему, год. Были огромные бунты, когда город русский встали и говорили, чеченцев надо выслать. И вот я пошел 6 лет в школу. Вот с момента, как я пошел в школу, вот все время, все время, хотя бы в своей республике я себя чувствовал, да, как чеченец, все время ущемленным, да, потому что нам запрещали говорить на чеченском языке. У нас не было ни одного урока родного языка. Ну, учителя, преподаватели, некоторые были, конечно, хорошие. Я своего классного руководителя помню женщину, Надежда Александровна, супер, просто прекрасная была женщина, русская. Она болела там за нас, что-то покупала нам, это подарки, я помню, что в первом, во втором классе, ну, была прекрасная женщина. Ну, были те люди, которые на улице, да, как народ так называемый. Вот этот народ все время, если что-то где-то случалось, не важно что, не важно где, а это чечены сделали. Но все, что я слышал с детства, это сделали чечены. А то, что мы сейчас в Европе тоже видим, да, то же самое. Здесь приехали сюда, здесь любая газета, где-то что-то случилось, да, это чечены, там, какие-то бандиты, террористы. Вот это шлейф или как преследует нас, всю нашу историю. Потому что русская пропаганда, да, начиная там с 17-18 века, с момента начала захвата Кавказа, пытается демонизировать чеченский народ, потому что чеченский народ, один из народов Кавказа, который, ну, более способен, как бы, сопротивляться, более длительно сопротивляться, чем другие народы. Многие сейчас, как мы видим, уже смирились, но мы не хотим смириться. И то, что вот эта ситуация сегодняшняя, она, конечно же, в какой-то момент поменяется однозначно. И наш народ никогда не простит вот эти зверства, которые были над нами совершены. И, естественно, придет время, когда придется русскому народу и России расхлебываться, отвечать за это дело. А дело-то в чем? Дело в том, что русские, народ русский, да, они не понимают, до сих пор не понимают, что развал России начался именно с момента агрессии против Чеченской республики, Чкерия, тогда еще молодого государства. Народ, бывший советский народ, все мы были советскими людьми, учились в школах, там были друзьями, одноклассниками, соседями и так далее. Все там русские, нерусские, никакой разницы не было. И мы, в принципе, эту разницу не ощущали здорово, потому что мы хотели, были молоды все же, хотели быть друзьями, хотели жить, хотели веселиться, как бы все это нормальные люди и делают. Но когда началась война в 94-м году, но после 91-го, 2-го, 3-го, там началась страшная пропаганда против чеченского народа. Как мы помним, в Москве задерживали чеченцев, чеченцы ходили там в России, зашивали карманы для того, чтобы им что-то не подбрасывали в карманы. Эти вещи тоже нельзя забывать и надо об этом напоминать. И чеченцы были на тот период России изгоями, как в 2008-м потом стали грузины, которые выслали, всех поймали, вылавливали и высылали самолетами грузин. Точно такую же историю совершили над нами, такие же деяния. Но русский народ в то время молча, конечно, созерцать, но я бы не сказал молча даже, рукоплескал, скорее всего, потому что им ушли, что чеченцы – это звери, чеченцы – это какие-то террористы, бандиты. И каждый раз, когда приходит новый правитель, придумывает новую какую-то кличку для народа и навешивает ее, какой-то ярлык, что ли, и потом пользуется этим ярлыком. Все это массовые информации российские, вот как заразу распространяют, и она, конечно, оседает где-то в умах у русских, которые, несмотря на то, что там русский язык и так далее, прочее, прочее, ну, я не знаю, большинство населения необразованное русские, да, есть интеллигенция, есть там ученые и все такое, но народ российский, да, который я видел, лизанское там везде-везде, ну, он по уровню образования до чеченцев вообще даже до половины не дотягивал. Это точно знание русского языка, которым мы сегодня тоже пользуемся. Многие чеченцы прекрасно владеют русским языком, прекрасно владеют письменностью русской, хотя свой язык, к сожалению, да, там немножко отстает в этом плане. Но и те русские, которые живут в России, конечно, они абсолютно не информированы, к сожалению, большому. Их очень легко, ну, как бы, зазомбировать, что ли. Есть на сегодняшний день телевизор, который очень сильно влияет на русские мозги. Есть несколько там таких пропагандистов, которые здорово умеют говорить. И есть газеты, которые, ну, там больше не столько газет, сколько пересказывают друг другу, да, потому что газеты сейчас очень мало людей читают. В основном пересказывают друг другу. А ты слышал, там, вот, чеченцы, тот сделали, ты слышал, там, грузины, тот сделали и так далее. То есть это передается, это уходит в мир, это уходит в народ. И народ, не понимая, вот, русские народы, я буду говорить о русском народе, потому что все-таки здесь, в Европе, Россию называют Руссия. Да, значит, это Россия, там, все производное от русского. И мы тогда тоже хотим говорить, что это основа, как бы, как они, титульная нация, или, как я не знаю, там, ответственные еще какие-то, разводящие, не знаю, это русский народ. Да, в России на сегодняшний день. А вот эти русские люди не хотят, не то, чтобы нас понимать. Ладно, там, мы чеченцы, они, вот, к сожалению, большое, это я всегда, я говорю, к сожалению, потому что мы прекрасно чеченцы понимаем. Если русские люди исправятся, да, если русские люди будут более терпимы, более, как бы, свободны в своих действиях, в своих чаяниях, там, умах, да, то они будут более полезны, как себе, так и нашему народу. Мы очень сильно зависим от ситуации в самой России. Если Россия освободится, русский народ освободится, да, то освободятся очень многие народы. Для того, чтобы наши народы освободились, именно нам надо каким-то образом, не знаю, каким донести до русских, что наша свобода или ихняя свобода зависит от нашей свободы, наша зависит от их свободы. Мы люди, да, созданные Всевышним, и там, религия не может нас разделить. Никакие там языковые барьеры людей не могут разделить. Люди, есть люди везде, белые, чёрные, там, какого бы цвета они ни были. Вот надо просто научиться русскому человеку, русским людям, человеколюбию. Вот это самое главное, что отсутствует, потому что это жестокость, неоправданная жестокость. Я её понимаю тоже, неоправданная жестокость, потому что в последнее время, вот за период этой советской власти, и я был, когда в России жил, да, наблюдал такие вещи, когда как бы семья, как институт, она полностью разрушена в России. И у многих людей, вот там, девочек, мальчиков, уже взрослых, нету папы или мамы, или они не знают, кто их не родители, да, это такие вот браки, там, не браки, не поймёшь что, что приводит к травме ребёнка, да, когда ребёнок не видит полноценную семью, папу, маму, уважение друг друга, там, всё такое. Конечно, он впитывает то, что он видит. Это равносильно тому, что, там, котёнок или, там, тигр, как бы своего ребёнка, да, там, щенка, всё, ну, там, до определённого времени учит, охотится, учит, там, чего надо опасаться, чего не надо опасаться. В общем, точно то же самое происходит ведь и с людьми. Когда я впервые приехал в Ростовскую область, у меня работал там брат старший, я познакомился с одной семьёй, русской семьёй, местной, ну, меня пригласили в гости домой. Ну, я зашёл, у них ребёнок, там, по-моему, 5-6 лет ребёнок, и семья молодая, там, 25, может быть, муж-жена, ну, достаточно молодой. И они между собой, ребёнок сидит, и матом, и матом, и перед ребёнком. Боже мой, я говорю, люди, вы что, вообще больные, что ли? Я не могу слушать такие, у нас вообще-то на Кавказе не принято ругаться, особенно в Чечне, это вообще там строго, да. И по молодости, и мы не применяли мат, мы, молодые люди, пытались как-то вот разговаривать на нормальном языке. Но там, что я встретил, да, это было для меня, просто меня шокировало. Я не мог долгое время отойти от этого, потому что я никогда о своей жизни такого не слышал, чтобы мужчина разговаривал с женщиной, с женщиной, и женщина с мужчиной вот на таком языке. То есть это говорит о том, что уважение в семье, да, ведь народ начинается с семьи, государство начинается с семьи, это что-то маленькое, потом он становится огромным, как дерево, и потом дальше подоносит. Вот эти отношения, внутрисемейные отношения, они, конечно же, откладывают отпечаток на детей, уже дети становятся взрослыми, потом они уже своим детям передают то, что они переняли от родителей. И в итоге получается, что передать нечего. В итоге получается то, что мы сегодня видим, да, народ деградировал. Народ, да, там русский язык, пушкин, все такое, я понимаю, но народ, как пласт какой-то, этого народа фактически уже не существует, к сожалению большому. Народу надо лечиться, русскому народу надо лечиться. И не надо, например, я сейчас, когда говорю, конечно, я понимаю, что я вызову какую-то реакцию, да, там, кого-то это оскорбит. Я не собираюсь ни одного русского человека оскорблять, потому что это никакой для меня задачи, нет оскорблять людей. И я просто это говорю для того, чтобы люди поняли. Я говорю, что другой жизни нету. Нам вот, мы родились, да, и у нас всего одна жизнь. Она вот такая короткая. Вот как мы ее проживем? Как мы дадим прожить ее другим людям? Как мы дадим возможность прожить ее своим детям? Вот это и есть жизнь. Жизнь не есть Путин, там, Россия, там, большая, маленькая, там, эти ракеты и прочее. Не это жизнь. Жизнь это то, что мы сегодня вот сидим дома в семье, растим своих детей, работаем для того, чтобы их как-то толкнуть в жизнь, да, дать им какую-то точку опоры. Вот это и есть жизнь. А остальное, это политика, это очень российская особенно политика, настолько грязная, да, настолько грязная, что нормальный человек, когда слушает президента Путина или там других депутатов, там, разного, Жириновска и прочее, прочее, то нормального человека, ну, создается впечатление такого отвращения к этим людям. Это естественно должно быть у любого нормального человека отвращение к вранью. Это не человеческое что-то, не естественное. Да, для человека врать, это вообще неестественно. Поэтому, когда врут люди такого ранга, и народ поддерживает их, и народ получается тогда соучастниками вот этого вранья, они получаются соучастниками гибели своих детей, которых Путин посылает на войну в Чечню, Сирию, там, в Абхазию, на Горный Карабах, неважно куда. Ихни дети там погибают. Я хочу просто еще, многие об этом не знают, я был адъютантом генерала Аслана Масхадова первую и во второй русско-членской войны. И первую войну, когда мы находились в президентском дворце еще в 94-м году, в 95-м году, до того, как выйти, в этих боях городских, в боях при штурме города Грозного, естественно, было убито очень много русских солдат, там, пацанов, там, 18-19 лет, офицеров, много кого. И к нам в штаб приносили документы, приносили письма вот этих солдат, приносили военные билеты, там, всякие документы. Я собирал их, я набрал полмешка военного билета, письма, и думаю, закончится война. Я создам какой-нибудь музей, да, и в этом музее, попытаюсь показать эту трагедию войны, показать, что это происходило, и так далее. Когда я просматривал военные билеты, это, я хочу, отношение к человеку, к русскому человеку, русского государства, да, солдаты, которые пришли в Чечни и уже умерли, они были, ну, военные билеты, если взять, там есть учет, воинский учет, и так далее. Вот они были, например, где-то там, ну, под Москвой, да, где-то, но они не из под Москвой, откуда-то из глубинок России, все эти солдаты были не из городов, они были из таких глубинных деревень, о которых я вообще в жизни даже и не слышал. Собирали по одному солдату, по два человека с деревни, в случае гибели, чтобы не было ажиотажа, потому что, если один солдат погибнет, он там где-то в какой-то деревне, там бабушка или мама его поплачет, и все на этом закончится. Если из города, да, или из Москвы, там погибнет сто человек, да, то люди восстанут и начнут требовать, как же так же все такое остановить войну. То есть это было умышленно сделано, чтобы эти солдаты были именно деревенские, именно там такие вот, у которых родители, там может быть, как мы говорили, не полноценные семьи и так далее. То есть в военном билете стоял штамп, такого-то, такого-то числа выбыл из воинской части. Все, он выбыл из воинской части, и все. Штампа прибытия воинскую часть, да, в другую воинскую часть не стояло. Этот человек уже погиб. А это обозначает, это дает возможность командованию снизить потери, да. Они могут его объявить как дезертира, там пропавшего без вести и так далее. Тогда государство, как пропавшему без вести, не выплачивает матери там или родителям никаких пособий. Абсолютно ничего не дает. Были вообще чистые военные билеты, даже незаполненные. Где-то, видимо, ловили там на улице, да, пацанов. Как вот есть поиск, фильм Михаила Хазанавича, там такой сюжет о чеченской войне, тоже русско-чеченской войне, где тоже на улице ловят какого-то человека, посылают на войну. Ну, парня какого-то, то ли он курил, там что-то делал, не помню. Прям взяли его, закинули и отправили в армию. То есть такие вещи происходили в 1994 году. И вот эти солдаты попадали к нам в нашу мясорубку, там их перемалывали. Сотнями, я лично своими глазами видел, сотнями русских солдат лежали на улицах города Грозного, тысячами даже, я бы сказал, потому что было столько набито танков, БТР, пехоты, просто невозможно было пройти. Для того, чтобы проехать на чем-нибудь, в моменты перерыва, нам приходилось растаскивать вот эти бронетехнику, чтобы как-то какую-то дорогу хотя бы обеспечить. Такие огромные жертвы там были. Но, несмотря на это, вот я просто, хотя это не к теме, может быть, куда-нибудь для кого-нибудь и пригодится. Мы вот в городе Грозном возле железнодорожного вокзала 12-этажная гостиница, была в то время. Она была недостроенная гостиница, продувала со всех сторон. И там один взвод, там рота разведки, так называемый взвод, с капитаном во главе, с таким небольшого ростом капитана, я, к сожалению, забыл его фамилию, они заскочили в это здание 12-этажной гостиницы, недостроенной, да, и поднялись на верхние этажи. Но наши снизу его заблокировали, там один наш парень погиб. Ну и в процессе переговоров, в общем, чтобы как бы договориться, этот капитан-командир сошел с радистом вниз, потом их привезли в главный штаб, главный штаб был совершенно недалеко от этого места, но это наш президентский дворец, ну, в километре примерно ходьбы. Когда привели, Аслан Масхадов, наш начальник главного штаба, вышел на связь, ну, там, через их связь, вышел с генералом Бабичевым на связь. Когда Масхадов предлагал, я лично просто был свидетелем этого разговора, Масхадов предлагал собрать трупы, остановить на два часа войну, собрать трупы, говорил, как же вам не стыдно, как вы хотите смотреть в глаза родителям вот этих пацанов, которых вы там положили, собаки, которые дома были, они ели мясо, это декабрь, как раз холодно еще, но сразу человек не опухал, не пропадал в то время. Они объедали там птицы, объедали его, кололи глаза, носы и так далее. То есть эти лежали люди, да, просто вот лежали солдаты, до них никому не было дела. И командование, когда очередной раз мы договаривались, Бабичев сказал, через минут 10 паузу там посовещались, наверное, ну мы вам предлагаем встречный вариант, мелкими группами выходите из президентского 20а, это 95-й год, направляйтесь в сторону улицы Розы-Лексенбург, автомат, значит, там правой руке, магазин автомата, левой руке, руки вверх, и мелкими группами выходите, и, короче, мы вам гарантируем, то есть они нашу человечность, да, восприняли как слабость. А тот, вот с этим, я немножко там перебутал, с капитаном, который пришел, с капитаном, когда мы вышли, и туда приехал Бабичев. Мы с Масхадовым, с Асланом Масхадовым, я тоже был при нем, мы приехали в это здание 12-этажной гостиницы, и где-то на третьем, четвертом этаже провели переговоры с Бабичевым. Там тоже мы договаривались, чтобы забрали трупы, мы все время об этом говорили, что люди должны быть погребены, солдаты, тем более, с каким-то почестей должны быть, раз они насильно, вы их там на гибель посылаете. В общем, мы не были там услышаны абсолютно, и договорились потом, что эти солдаты, которые вверху заблокированы нами, они сдадут нам оружие, мы их отпускаем живыми. Но они что сделали? Взяли затворы, есть там затвор, вот эти затворы вытащили оттуда все солдаты и выкинули с 12-го этажа, куда там раскидали, чтобы не нашли. Но когда мы получили оружие, видим, там нет затвора. Мы им поставили условия, так, ребята, каждый знает, какую сторону выкинул, за каждый затвор жизнь. Если не принесешь затвор, будешь расстрелян. И все. Но один не нашел, правда, все нашли затвор и отдали нам. Но никого мы, правда, не расстреляли, их отпустили, просто не ушли. Такой небольшой эпизод. Но этот эпизод характеризует отношение русских к русским, к своим солдатам. Вот они пришли захватывать нашу территорию, покорить чеченский народ. И в то же время обращались вот так к своим солдатам. Я был в 96-м году, попал в плен. Тоже такая интересная просто история. Попал в плен. На второй день меня вывезли в Лефортово, меня с моим братом. Лефортово. А потом через месяц нас обменяли на одного подполковника и на одного капитана ФСБ. Когда нас привезли из Москвы наручников, все эти дела, привезли на Ханкалу, в городе Грозово, где-то раскортирована воинская часть была. Там стояла кучка людей. Матери, солдат, отцы солдат, которые искали своих детей в 94-м, 95-м, 96-м году даже в нашем штабе жили солдатские матери, которые ждали, искали, пока их сын попадет в плен, чтобы его оттуда забрать и домой увезти. То есть, никакого такого зверского отношения к родителям этих солдат, которые нас убивали, абсолютно не было. Масхаду отдавал деньги на дорогу, чтобы они, эти бедные женщины из деревень, которые я рассказывал, чтобы они могли увезти своих сыновей. И здесь я стою в гражданской одежде, у меня кожаная куртка вот так была, она перекинута через руку, и я был наручником, но наручники не очень видно так под курткой. Я стою, рядом, меня там охраняют ФСБ, там, чтобы для обмена привезли. И здесь стоит один, вот Николай, по-моему, его звали, директор какого-то маслозавода из России, откуда-то, из глубинки. И он ко мне потом, ой, Хусейн говорит, ой, здравствуй, как дела, все такое, слушай, помоги, ну помоги мне найти сына. Я на него смотрю. Я говорю, Николай, показывай ему наручники, Николай, у меня сейчас небольшие проблемы, сейчас я решу, я тебе обязательно помогу. Потом, когда он ушел, я этим говорю, охрана, вы поняли что-нибудь из того, что здесь произошло? Вы видели, почему этот русский человек, да, отец солдата какого-то, которого вы сюда прислали, просит помощь у меня, а не у вас, у которого якобы захватили вы территорию, вот все такое, вот у меня с наручника, я в наручнике. Ну вы понимаете, что здесь это наша земля, несмотря на то, что я в наручниках или не в наручниках, у меня больше возможности и прав, здесь чем у вашей, всей этой армии. То есть, вот такие моменты там, такие жизненные, как бы сказать, моменты, которые, конечно, надо тоже знать для того, чтобы понять эту войну, понять причину войны. и что интересно, причине, там стоял, это главное управление объединенных штабов, не главное, на Ханкале была, это главное управление на Березке было, на Ханкале была группировка, штаб, группировки вооруженных сил и так далее, там по борьбе с нами, одним словом. и перед этим штабом, вот я лично своими глазами видел такой большой, ну как бы сказать, транспарант, стелу, как она забыла, называется, я сам таки много писал и делал в советское время. В общем, там был большой портрет Ермолова, да, и написано, что мы, потомки Ермолова, пришли довести начатое им дело до конца. Вот эти слова я очень сильно запомнил, потому что до этого в городе Грозном, после того, как нас выслали, депортировали в Казахстан, в городе Грозном стоял бюст Ермолову, и там на одном из этих щитов было написано его слова исторические, я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу скелет последнего чеченца, это слова Ермолова. То есть ни о какой конституционном там восстановлении порядка, там и так далее, мы видим, что не было, да, из того, что я вот это рассказываю. Здесь была задача уничтожить максимально чеченский народ, депортировать его, если вы помните, там был приказ о депортации из эвакуации зоны боевых действий в глубинку России людей, естественно, потом не разрешали бы назад, и таким образом они вторично пытались нас депортировать. Но все равно, вот собственно, кто принял политическое решение, не военное, потому что понятно, что все на Грачева там сваливают, это военное решение, а политическое решение, о котором сегодня никто не хочет говорить. Все начинают свой отчет со второй чеченской войны. Естественно, Грачев там абсолютно никакой роли не играет. Грачев это фигура, которой приказали, и он пошел, да, это пешка абсолютно, ему сказали стоп, он остановился, вперед, вперед. То есть там было политическое, там Шахрая был, там, по-моему, сейчас некоторые фамилии забыл, Ельцин был, Березовский был. То есть, если мы говорим о том периоде, да, почему вот создалась такая ситуация, почему совершилась эта агрессия, то в этом надо немножко поглубже разбираться, потому что с одной стороны, конечно же, там были наши подонки чеченские, да, там типа Гантемирова, Хаджиева, Умара Автурханова, того же Завгаева, и Хазбулатом тоже, кстати говоря, вот эти люди требовали кресла, которое было под Дудаевым. Но с другой стороны, здесь интересы совпали с тем, что Россия после распада Советского Союза, недра, газ, все это, прочее, стало ничем, и надо было каким-то образом разворовывать, каким-то образом надо было отвлечь население от того, что сегодня мы возглавляем, не мы, а Россия возглавляет список Форбса. Откуда эти олигархи взялись? Откуда эти миллиардные деньги? Это деньги народа, которого они обманули русско-чеченской войной. Это было чисто отвлекающий маневр для того, чтобы разворовать весь, всю вот эту бывшую, бывший Советский Союз, обворовать народы, которые жили, и привести к власти банду. Вот на сегодняшний день, да, в России, ну, чисто, если так по-пацански говорить, да, подворотная вся, питерская подворотная, они сидят в Кремле, они сидят везде, это Росгвардия, там, полиция, ФСБ, все эти дела напичканы просто этой братвой, которая захватила огромную страну. они отводят как бы внимание от себя, да, там, иногда сажают какого-нибудь своего же подельника, какого-то там, ну, сливают, как бы, да, он должен жертвовать собой ради того, чтобы спасти других. Его там находят какие-то миллионы, миллиарды, миллиарды, какие-то там, каких-то полковников Захаровых, прочее, прочее. Ну, выдают, но это же мелочь, это же вообще какие-то пискарики, да, по сравнению с тем, что происходит в России. Но народу, который смотрит телевизор, нравится, о, Путин сейчас начал борьбу против там, коррупции. Я не помню, чтобы он вообще не в период советской власти, не в период Ельцина, чтобы вообще эта борьба останавливалась, как бы, хотя ее реальной борьбы не было никакой, коррупция всегда была. Есть у Салтыкова Щедрина, помните, там есть у него слова, когда, если меня разбудите, через сто лет, я вам скажу, там Россия воровала, ворует и так далее, будет воровать. То есть, это бич России. Народ, который сегодня как бы ассоциирует себя с русскими, да, русский народ, вот он наиболее уязвленный в России, наиболее бедный, да, и наиболее бесперспективный, потому что все другие народы, взять там Татарстан, там свои традиции, обычаи, семейные какие-то уклады, да, Чечню, нашу даже, после гибели трехсот тысяч человек за эти две войны, о которых неоднократно заявлял сам Рамзан Кадыров, академик, дважды генерал, там, глава региона и так далее, пехотинец Путина, то есть я ему верю, да, Рамзану в том, что убито триста тысяч, потому что он это не от себя говорит, он имеет какой-то доступ к информации, и триста тысяч погибших чеченцев на сегодняшний день, несмотря на это, наш народ живет намного лучше, чем живет народ России, Башкортостан, любой, Якутию, возьмите, любую, то есть в России, как сами русские говорят, самая ущемленная нация, это русские, и это правда, правда заключается еще в том, что русские сами себя ущемляют, никто, ни Татарстан их не ущемляет, ни какие-то другие, да, вот когда я в очередной раз в Грозном попал в плен, это уже в эту войну, вот меня там охранял, один стоял, пока другого допрашивали, со мной рядом стоял какой-то ОМОН, и он говорит, вот у вас в Чечне, в Чечне кирпичные дома, ковры дома, вот вы так красиво живете, то есть он говорил с такой завистью, что у нас кирпичные дома, я говорю, слушай, если вы перестанете пить днем и ночью водку, у вас тоже такие дома будут, вы же не хотите ничего делать, мы живем ради своих детей, мы строим ради своих детей, мы не живем ради себя, своего удовольствия, да, и наши родители жили ради нас, мы живем ради своих детей, вот мы хотим для детей все сделать, чтобы им было легче, дети наших детей будут пытаться облегчить жизнь своих детей, и так весь этот процесс таким образом идет, я им объясняю, я жил в России, у вас дома вот такие все стоят, там избушки заваленные, на курьих ножках, никакой перспективы нет, вам надо думать не о том, как мы плохо живем, или хорошо живем, вы думаете о том, как вы плохо живете, и почему вы плохо живете. А скажите, пожалуйста, в связи с этой всей пропагандой, которая теперь еще захлестнула Европу, столько провокаций, я прекрасно понимаю, что за этим стоят спецслужбы, что это делается и сваливается, якобы это сделали Чечен, но это такой прямой ход, который всегда делали и сейчас, за этим уши видны, все шито белыми нитками, для меня вопросов нет, и я стараюсь это объяснить, как только я участвую в каком-то ток-шоу, или какая-то у меня возможность есть, я говорю, что это спецслужбы, что чеченцы это самый миролюбивый, самый законопослушный народ, который вот в Европе, да, и о таких вот приличных, порядочных людей я не знаю. Вы знаете, мы, вот наш народ, да, и мы умеем различить врага от друга, вот это у нас наше преимущество, мы можем отличить нормального человека от ненормального человека, мы не делаем всех подряд, а русские, вот такие, свиньи, там какие-то, такие-сякие, мы это никогда не говорим. Я когда даже говорю русские, я это подразумеваю именно тех людей, которые вредят, которые сами не живут, и другим жить не дают, но я отделяю тогда нормальных людей от этих, русских. Когда по отношению к нам это говорят, это все чечены и все, больше ничего. Вот то, что произошло, например, если мы будем так немножко рассуждать, почему и что происходит в Европе. Я сейчас не помню, какой год, когда Путин заявил, что Европа еще пожалеет о том, что приняла чеченцев, именно чеченцев он это подчеркнул. Почему пожалеет, почему, чем мы ему мешаем, чеченцы, здесь в Европе 250 тысяч примерно чеченцев, как мы это думаем. Чеченские дети на сегодняшний день владеют всеми языками мира, потому что мы живем во всех странах. Наши дети учатся во всех вузах, во всех гимназиях. Мы заводим массу друзей среди школьных, университетских товарищей и так далее, наши дети. И придет время, когда наши дети станут какими-то руководителями европейских организаций, политиками и так далее, и так далее. Это время уже близко, потому что за 17 лет, которые мы здесь живем, вот я даже ссылаясь на свою семью, скажу, что у нас уже трое университетей, но они еще не закончили учебу. Ни одна из них девочка, ни одна не закончила еще учебу. То есть это длительный процесс, когда для того, чтобы закончить университет, стать каким-то специалистом, потом пробиться где-то какие-то 5-6 лет еще надо, чтобы себя каким-то образом проявить. Нам нужно время, это время работает на нас и против России. Мы это прекрасно знаем, несмотря на то, что здесь вот эти радикальные какие-то нас обзывалки, ИГИЛы, МИГИЛы и так далее, это очень маленький процент чеченцев, которые радикализировались. Этот процент опять-таки из тех людей, основная масса, которые с 94-го года, им было 6 лет, например, мальчику, и он должен был пойти в первый класс, из-за войны он не мог пойти в первый класс, потом 2 года войны, потом 2,5-3 года руины, потом в 99-м году еще одна война и целое поколение молодежи осталось вообще необразованным. Многие я знаю людей, которые даже не могут написать ни на русском, ни на немецком, ни на немецком языке, им уже за 30 лет. Вот это трагедия, да, но это трагедия тоже не смертельная трагедия. В обществе нашем они, конечно же, немножко адаптируются, сейчас эта волна такая модная из-за Сирии, из-за этой войны, из-за пропаганды, которую очень сильно российские средства и масса информации ФСБ делало для того, чтобы вовлечь чеченскую молодежь в сирийские события, что им удалось, конечно. Но здесь дальше, когда мы начинаем наблюдать, последнее то, что мы видели, это отравление Навального было, особым каким-то там военным каким-то ядом, опасным ядом. Отравили Навального, потом его привезли в Германию. Германия и Франция захотели объявить санкции против Путина, против его близкого окружения. В этот момент, когда весь мир напрягся и поняли, видели, что именно Москва причастна, именно Клемен, причастна к отравлению вот этого оппозиционера бедного, которого я, кстати говоря, тоже не очень-то такой же империй для меня. Но все равно он человек, я как человеку ему, конечно же, сочувствую. На сцену выводят какого-то 18-летнего мальчика. Этот мальчик никогда в своей жизни не видел этого учителя. Мальчик живет за 80 километров, живет от этого места, где вот это находится школа. Ни его родители, ни его родственники никогда не посещали эту школу, никогда не знали, о чем там в школе вообще идет речь, показывают карикатуры, не показывают карикатуры. Но этого мальчика научили, дали ему денег, по-видимому, потому что, судя по СМИ, он там в школе пацанам давал 300 или 350 евро, это очень большие деньги даже для меня, чтобы так раскидываться, для того, чтобы кто-то ему показал это учителя. Ну и потом все убийства, все такое, и шумиха, да, и куда делся Навальный. Все сразу повернулись на чеченцев, потому что это важно было, чтобы именно убийство произошло чеченскими руками, потому что чеченец, да, на сегодняшний день, вот, например, если напитки поставить, какие-то, да, разных названий, и там будет, если стоять пепси-кола, кока-кола, то любой ребенок, вот, скажет, какую-то воду хочешь, а, пепси-кола, потому что они ее знают, никакие другие эти бренды не знают. Это чеченец уже стал мировым брендом, который, к сожалению, мы, чеченцы, не можем использовать, но его используют очень страшно против нас. Поэтому, когда СМИ что-то пишут в заголовке чеченец, то сразу обращают на это внимание читателей, все такое. случай убийства в Вене, да, вот это убийство, которое здесь произошло, я его точно также связываю, да, с тем убийством Парижа, и я думаю, что есть такая цепочка оттуда-сюда и так далее, потому что эти спящие ячейки всегда в нужный момент по щелчку они стоят и начинают действовать. Вот этот парень, которого здесь убили, молодой парень, там, я не помню, сейчас 20 лет, 24 года, молодой парень, он тоже вот напичканный, родился здесь, жил здесь, вырос здесь, но он напичканный этой идеологией, да, этой страшной идеологией радикализма. А кто ее пичкает, этот радикализм к нам в Чечне принес, ФСБ принесло. Вот есть одно видео Дугина, Дугина, есть такой деятель в России, где он перед аудиторией рассказывает, что наша самая большая победа в этой Чеченской войне, это то, что мы сумели внедрить ваххабизм. То есть вот оттуда эти корни идут. Потом же эта зараза, как сейчас вот этот вирус, коронавирус, COVID-19, распространяется и заходит в умы, потом начинает его очень тяжело вытравить. Для того, чтобы вытравить, нужно знания, нужно молодежь учить, там и так далее. А вот эта молодежь, о которой я говорю, плохо учатся, где-то больше ошивается в парках, она подвержена радикализации. Вот этот второй случай в Вене вообще отодвинул на такой дальний-дальний угол проблему с Навальным, проблему убийства Зелимхана Хангашвили в Берлине. И такие вот такого рода преступления, которые совершает по Европе Путин и его команда. Во-первых, я хочу сказать, что я преклоняюсь перед вашим достоинством, мужеством. И я очень сочувствую вашему горе, что случилось с вашим народом. Я считаю, что весь мир вообще должен наоборот как-то помогать вам, да, как-то, не знаю, справляться с этим ужасом, который вы пережили. Вот просто скажите, что дает вам силы быть таким прекрасным, достойным человеком, с таким сердцем? Что дает вам силы? Тяжелый вопрос. Я не знаю. Я просто не видел чеченцев, людей, которые прошли войну. Вот я много знаю людей, которые прошли войну. Я не видел ни одного из них сломленного. Я не видел ни одного из них, который наложил на себя руку, там, застрелился после войны, да, там, как-то сорвался, соскочил и так далее, и так далее. Я таких людей не видел. Мы, я не знаю, видимо, образ жизни наших отцов, прадедов, дедов, вся вот эта чеченская история, это сплошная война с Россией. Я думаю, что что-то внутреннее, какая-то крепость, внутреннее, что-то такое, у нас какая-то сила есть, да, которая нам не дает сломаться, да, которая не дает переступить грань человечности, да, чтобы мы там как-то с людьми обращались не по-человечески или были какими-то жестокими. Нас тут обвиняют в разное, я видел в вещах, что якобы чеченцы отрубали кому-то голову во время войны, да, и все так жестоко обращались к военнопленным и так далее. Все это наглая ложь, потому что я был лично ответственен за военнопленных, я это могу четко сказать, что ни одного солдата там пальцем не тронули, да, у нас были офицеры, разделенные солдаты отдельно жили по конвенции якобы, хотя мы ее не подписывали, они ели точно то же самое, что и мы, пили точно то же самое, что и мы, содержались отдельно, у них была охрана, все такое, кроме того, как они погибли под русскими ракетами и бомбами, которые, может быть, каким-то образом узнавали, где они находятся и туда именно стреляли, от наших рук они, естественно, погибали, потому что мы понимали, что эти люди, несмотря на то, что они пришли убивать нашего родственника, мои близкие родственники погибли в этой войне тела двух войнных, мы понимали все это прекрасно и все равно у нас не было вот этого, ну, как бы, месть, как бы такая бездумная, бездумная, да, какой-то ненависти к солдату, взять его там, зарезать, убить, прибить, все такое. Были же, я же рассказываю, там, были солдатские, матери, которые, ну, женщины же, они же, довольно молодые женщины приходили, там, если пацану 18 лет, то там 40-летняя женщина, то есть, их никто не трогал, они жили в наших домах, у чеченцев, у тех, у которых погибли люди, то есть, вот эта человечность, да, которая, ну, свойственна нашему народу, вот она, наверное, и мне помогает оставаться человеком, мне злобиться на весь мир, да, и думать, и делать для того, чтобы улучшить этот мир каким-то образом, улучшить отношения между людьми. Вот желаю от всей души, от всего сердца, я верю, что Ичкерия будет свободна. Спасибо, мы тоже уверены в этом.